Привет, это канал Tina Pro, свяжу тебе носки, и сегодня у меня итоговое видео. Сегодня итоговое... Привет, это канал Tina Pro, свяжу тебе носки, и сегодня у нас... Итоговое. У нас. Ну, вообще у меня? Ну, блин. За месяц я покажу свои готовые работы. Их случилось не очень много, но они случились и в основном это носки. Ну, так уж вышло, так уж, так уж получилось, простите. Итоги января. Я скажу, сколько я извязала за месяц, сколько я купила, сколько я подарила, сколько подарили мне. В общем, полное итоговое видео за февраль месяц. Итак, давайте начнем по порядку. Как я вязала, так я вам сейчас об этом всем и покажу. Первая работа моя из пряжи Ланосса. Это не носочная пряжа. У меня носки в... Ну, прям в эксплуатации, вот прям в активной, в агрессивной, я бы сказала, потому что я хочу потом снять по ним проверку времени. И у меня вот такие носочки. Вот такие носочки. Я их ношу, ношу дома, ношу в обувь. В общем, ношу, 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 потому что я хочу их прям протестдрайвить и понять, хочется мне ли еще таких носков. Потому что у них расцветки очень классные. Но состав я принесла, приготовила вам. Вот. Это вот такая. Цвет 1201. И что я вам скажу. Они не очень теплые. У них состав идет 51 акрил и 49 шерсть. Метраж 300 метров на 100 грамм. Они не сильно теплые. Не сильно. Но вот дома ходить нормально. Я брала их на конюшню, и у меня ноги подмерзли. Более того, в них ноги потеют. То есть, я говорю, как тапочки. Вот дома ходить нормально. Как носки, в которых согреться. Нет. И еще они очень плохо держат форму. Они растягиваются на ноге. Их нужно вязать прям плотно. Прям плотно. Потому что, ну, они у меня вот даже... На блокаторах просто они... Я говорила, что они ношеные. Просто те, у кого фобия ношенных носков, вы... Ну, уже поздно. Уже все. Уже у тех, у кого фобия, они уже упали в умырок. Ладно. Ну, ладно. Ну, ладно. Все. В общем. Ну, они не сильно катаются. Еще раз покажу. Видно катушки, по-моему, да? В общем. Пряжа мне не понравилась. Расцветки классные. Но пряжа не понравилась. Она, в принципе, за то, сколько я ее эксплуатировала. Это довольно износостойкая пряжа. Оказалось. Хотя акрил, казалось бы, да? Но, но нет. Но нет, потому что, ну, не греет. Ноги в ней имеют тенденцию потеть. Потому что, ну, видимо, много акрила. Вот. И... И потому что они не держат форму. Ну, типа, такую крупную... Такую крупную пухлую нитку. Ее совсем не хочется вязать. Ну, я вот вязала на два с половиной. Вязать на меньшее, 300 метров на 100 грамм, я не знаю. Ну, я не знаю. Ну, честно, Сол. Ну, нет. В общем, вес этих носков у меня 92 грамма. И мы с ними прощаемся. Ну, не совсем прям, что ли? Так, следующая у меня готовая работа случилась. Это носочную коробочку освободим добби. Надо было связать пару носков из подаренной пряжи. И у меня связались вот такие лавандовые носочки. А мне эти лавандовые нос... Не носочки. Пряжу. Нахибохи эти мне подарила Ксюша на вязальной встрече у нас в Тюмени. Это была моя первая вязальная встреча. Вообще, я была уже на двух. Ну, вот это была моя первая. И Ксюша мне подарила такой моточек. Ну, что? Я люблю Нахибоху. Нахибоха это просто вот... Она жерстистая. Она тоненькая. То есть носочки получаются довольно тоненькие. Я вязала на 2,25. А тут у меня... Так, те носки у меня на 48 петель. И размер 39-40. Эдди тоже размер 38-39. 39-40. Так, на 64 петельки. Вязались от мыска. Тут ленточный мысок. Круглая, моя любимая, круглая французская пятка. И вот такая коротенькая резиночка. 4 на 1. Неравномерно. Я тут добавляла одну петельку, чтобы у меня получилось... Ну, раз, рапорт, 5 петель. Да? Вот. Все. Ничего больше тут нет. Совершенно обычные носки. Но я люблю такие носки вязать. Нахибохи. Они шерстистые. Они приятные. Они теплые. Носочек тоненький. Он не растягивается. Ну, то есть... Да, есть узлы. Да, там кто-то говорит, она тонковатая. Не знаю. Я люблю эту пряжу. Просто обожаю. Просто обожаю. Уберу, потому что я вам ее показала. Так. Вот. У меня есть целый моточек. Вот такая красота. Цвет. Ничего не могу сказать. Очень хотела такие носки. И очень хотела, чтобы у меня осталась в коллекции такая окрасочка. Так и получилось. Эти подарили. Это у меня в коллекцию. Просто, просто замечательно. Итак, носки из лаванды у меня весят 71 грамм. Кстати, как-то так получается, что средний вес моих носков 71 грамм. Я не знаю, как так получается, но так получается. Следующие носки. Это носки в носочную коробочку по фильмам. Сейчас объясню. Нам каждый месяц какой-то фильм показывают, рассказывают, загадывают. Мы должны его посмотреть, вдохновиться этим. И вот уже вдохновившись этим фильмом, мы вяжем носки. Но нам дают, допустим, рекомендации. Например, там резинка, к примеру. И цвета, да, цветовая гамма определенная. Либо дают свободную. Но что-то конкретное есть. Какая-то конкретика. Это цвета, либо... Ну вот в этом месяце у нас будет... В феврале точнее месяц у нас будут араны. А, в январе у нас были резинки. И я связала вот такие носочки. Они с люрексом. Это носочки по фильму Тога. Фильм, ребята... Ну я ревела. Я ревела. Потому что он... Там никто не умирает. Ну, из главных героев, да. Там нет какого-то такого прям... Там есть хэппи-энд. Ну вот так вот, да. Но он настолько трогательный. Там рассказывается история взаимодействия человека и собаки. И насколько собака готова пойти, и сколько она готова отдать ради этого человека. Понимаете? Это вот настоящая любовь и преданность. Ну, не знаю. В общем, связались вот такие носочки. Будут, конечно, вот тут подсъемы. Вот эту рюшу... А рюшу я связала из другой пряжи, понятно, да. Как же она... Я не знаю, я не помню. В общем, это... Ручного окрашения пряжа какая-то. Там я покупала на зоне. В общем, она мне не понравилась. И мне кажется, у нее основа Superwash. Или Artisan. Superwash или Artisan. Ну, в смысле, Comfort Socks или Artisan. И так, вот эти носочки у меня вышли на 61 грамм. 64 петли тоже. Имеется узор. Узор будет вот тут вот. Он очень легкий. Я не делала ни по какому мастер-классу. Рюши я не делала ни по какому мастер-классу. Я просто где-то видела картинку. Схему я ее запомнила. И как бы... И тут... Он не очевиден. Из-за того, что это все-таки секционная пряжа, да? То выходит, что сам узор... Ну, он не очевиден. Хотя я думала, что тут нету рябости, резких смен цвета. Что тут в одной гамме и будет видно. Нифига не видно. То есть все. Я для себя решила, что никакие больше узоры вообще на... Никакой секционной цветастой пряжи. Только на одной тоне. Вот. Итак, давайте я расскажу вам про пряжу. Пряжа это вот такая. У меня прям есть такой же моточек. Это Ярнарт Конфи. Это Сиам производит. Производит. Типа как бы Италия. Ну... И это пишется, что это мериносовая шерсть. Что это мериносовая шерсть. Стандартный носочный состав 75 на 25. Только здесь нейлон. Так. И здесь 400, по-моему. 400. Да. Тут же и написано. 400 метров на 100 грамм. И цвет... Вот этот. 4309. Или 23. Ну вот просто больше нигде не написано. Это так... Ну прям классный цвет. Да. В носочке, в раскладку посмотрели. Нитка тоненькая. Тоненькая. Я вязала на 2,25. И я вязала с люрексом. То есть, который дал дополнительную плотность. Нитка тонковата. Но она не сопливая. То есть, она хоть и тонкая. Она пружинит. Но она довольно плотная. И вроде как, вы знаете, ее... Либо сняли с производства. Либо что. В общем, я такие теперь расцветки видела у Ланосы. У Ланосы есть новинка. Носочная пряжа. Они ее не услышали. И я говорила, ну почему вы не сделаете носочную пряжу? Они сделали носочную пряжу. Но там, понимаете, все расцветки, во, от конфи. И если честно, непонятно. Потому что вот эту вот пряжу якобы производят в Италии. А Ланоса, это, извините меня, Турция. Посмотрим. Я, конечно, куплю на пробу. И у меня есть... Конфи у меня есть. И я сравню. Та же самая пряжа. Либо это просто одинаковый окрас. Да? У нас... Мы знаем такие пряжи носочные, где окраска одинаковая. Да? Раскраска. Но совершенно разная основа. Мы видим такое на Реге и Регине. Прекрасно. Да? И на... Все-таки Регине это понятно, что это совершенно, совершенно другая основа. Но украшено один в один. Как Реге. Итак. У меня, долго я говорила, 61 грамм весит. Ну, что они коротенькие. А дальше. Многострадальные просто мои носки. Это царевны. Ну, они, конечно, царские. Это безусловно. Боже, я уже плачу. Я вспомнила, как я их вязала. И я просто плачу. Это не шутки. Это было страдально верно. У меня так мало... У меня так мало готовых работ, потому что я очень долго вязала эти носки. Очень долго я просто садилась на них, смотрела, пыталась ковырять. И просто сидела над ними, вздыхала, либо плакала. Ну, как бы вот так. И это... Вот такие шикарные... Ажурные носки. Мне кажется, хорошо видно, как у них блестит люликс. Люликс. Носки великолепные. Так, тога тоже. Я все вяжу на себя. Это размер 39-40. Это тоже 39-40 размер. Мой. Они великолепные. Они прекрасные. Они очень красивые. Они просто я не знаю. Мне кажется, это прям не носки, а какое-то произведение искусства. Потому что это мои первые ажурные носки. Вообще такие настолько сложные. Единственное, что здесь классно, что здесь пятка, как я люблю. Тут моя пятка. Это был совместник. Я оставлю... Все явки броли я оставлю. Моя любимая пятка. И мой любимый мысок. Ленточное закрытие. То есть, в тога было то же самое. Там круглая пятка. В общем, если я не говорю ничего, значит, ленточный мысок и круглая пятка французская. Все. Это был в совместнике. То есть, это... Я, может быть, и попробовала что-то другое. Оно в совместнике было вот так. И это из пряжи. Вот такой. Я обожаю. Это вязь. Носочная, тонкая. У них еще есть толстая. Толстую я не пробовала. Носочная у нее 100 грамм 390 метров. И состав, по-моему, у них классический. 70, да. И на нейлон. То есть, вместо полиамида тут нейлон. 75 на 25. Вот такая плюшечка. Она тонкая. Ну вот, знаете, она похожа на конфи. Потому что она тонкая, она пружинит, но она плотная. И она мне очень нравится. Это теплая носочка. У меня уже не одни носки из нее. Мне нравится эта носочка. Особенно за ту цену, которую она стоит. Она стоит, что там, 500 рублей за 300 грамм. Ну, извините, это даром. Это даром. Носочка классная, но тонкая. То есть, я вязала на спицах 2,25. Тут 70 петель раппорт. Потому что такой, ну, тут на 70 петель. Но он стягивает, видимо, из-за того, что тут косое. Но стягивает. То есть, мне, допустим, я обычно себе вяжу на 64. И мне 70 петель совсем немного. Вот в самый раз, знаете. В общем, классная. Мне нравится. И в износостойкости тоже я ее проверила. Она стирается. Вообще, все, про которые я уже рассказала, они все классно стираются в машинке. Все. Нахибохи, конфет, сиам, вязь. Все. Просто все прекрасно стирается в машинке. И ничего с ними там не случается. У меня была еще шапка. Не, почему у меня была? Она и есть, собственно говоря, но она на конюшне. На шапку у меня ушло 116 грамм. Я сейчас покажу, из чего я вязала. Мне надо было шапку теплую. Мне надо было шапку, которая неприхотливая в уходе. Мне надо было шапку, которую вот выкинул потом. И все. И тебе не жалко. То есть, это недорогая пряжа должна быть. Но пряжа должна быть износостойкой, потому что... Ну, потому что ее надо много стирать. Потому что она конная. Она конная. То есть, если вы обычную шапку можете постирать раз в год, то конную шапку у меня... Камелот ее муслякает. Я вставлю. Вставлю, вы посмотрите. Нравится ему шерсть. Он у меня мусляк. Он очень любит вязаные вещи. И поэтому, ну, невозможно. Ну, невозможно. У меня стирается шапка очень часто. Которая вот именно конная. Особенно, если она светлая. У меня светлая шапка. Итак, я вязала из нее... И ее. Тут будут подсъемы. У меня нет ее на руках. Я еще раз говорю, она на конюшне. Вот. Из Ализе Реал 40. Ну, из названия мы понимаем, что это, да, 40% шерсть. Все остальное у нас икрил. Ну, 40% шерсть уже хорошо. Она колковатая. Она такая волосистая. Но мне нравится. Ну, она получилась очень теплая. Мне кажется. Я ее стирала, барабанила в машинке. Вообще все прекрасно. Она все пережила. Никак она вообще не изменилась. Вот ты ее как связал, вот так ты ее и носишь. Вообще она не меняется. Цвет это 27. Цвет 27. И 430 метров на 100 грамм. Вязала я шапку по мастер-классу Лана стильное вязание. Я обожаю. Обожаю Лану. Лариса. Ее зовут Лариса. Насколько я знаю, я обожаю ее. Потому что, ну, обожаю. Просто обожаю. Это замечательная девушка, которая делает замечательный мастер-класс. Да, и совершенно безвозмездно. Так. И под мод. Вот к Реал 40 у меня была Кидра Ял. Кидра Ял в цвете 27. В таком же. Они вообще в одинаковом цвете. Но по факту они вообще разные. Ну, то есть так получилось. Как бы вот. Но в полотне разницы абсолютно не видно. Но там все смешалось. И получается просто вот Реал 40, он такой более нежный. А Кидра Ял... Ой. Кидмахер. Кидмахер. А Кидра Ял, он правильно я все говорю. Чего вы меня исправляете? Кидра Ял, правильно. Вон, смотрите. Кидмахер, Кидра Ял. Видите? Во. В общем. Реал 40. Реал 40 и Кидра Ял, они разные по оттенку. И получается, что Кидра Ял, он такой вот этот вот махерчик. Он более насыщенный, более яркий. Но оно как-то смешалось. Просто придало такой более сочный цвет. Скажем так. Все. С этим все. Шапка классная, теплая прошла. Тест-драйв вообще классно. Уже ездила. Неоднократно. Мне очень нравится. Мне вообще не холодно. Она вообще не продувает. Никак. Я теперь хочу вообще всем такие шапки навязать. И мне надо переименовать канал. Не свяжу тебе носки, а свяжу тебе шапку двойную. Из-за лизы. Так, следующие у меня носки. Опять носочную коробочку. Это было задание морозного узора в носочный календарь. Это 44-45 размер. Это носки мужу. Вот такие прекрасные. Это из стока. Я делала видеораспаковку стока с теплой Италией. Я прикреплю. Ну, в общем, где-то тут будет ссылочка на это видео. И вы можете там посмотреть. Там есть сток. И вот это вот из стока. Нашли, что это фартиссимо. Да? Вот. Но что я вам скажу? Вот на ощупь. Ну, вот нахи-бохи. Вот на ощупь. Вот прям нахи-бохи. Серьезно. Она такая шерстистая. Она тоже тоненькая получается. То есть носочки получаются тоненькие. Но они такие шерстистые. Боже мой. То есть вот прям. Вот если вот закрыть глаза и вот так пощупать. Ну, может быть, вот это они. Вот это суховатее. Ну, потому что это уже я давно вязала. И они уже давно лежат. Потому что эти были связаны где-то в начале месяца. А эти связаны позавчера. Ну, в общем. И они такие, как будто бы более. Где, в общем, сушим. Но вот по куклости, по вот этому всему. Они вот прям один в один, знаете. Но. Как они вяжутся. Это вообще. Это вообще. Ну, понятно. Разные. Разные нити. То есть. Боха. Она такая более слоистая ниточка. Эта нитка вообще не слоилась. Она вязалась просто. Она плотненькая. Но она причем хорошо тянется. Она сначала, когда я вязала. Мне казалось, что она такая дырчатая. Что, может быть. Девочки на вязальной встрече мне говорят. Что не хватило плотности. Что я вижу рыхловато. Но после стирки она разбухла. Но я на это и рассчитывала. Понимаете? Я на это и рассчитывала. Я же. Вот. Поэтому. Она разбухла. И просто. И тут. Понимаете. И тут просто. Петелька. Ну, что такое. Такое. Вот. Добрее. Петелька к петельке получилась. Из минусов. Боже. Они так линяли. Страшно. Я думала. Они просто. Я их вытащу. Они белые будут. Мне даже муж так сказал. Говорит. Ты сейчас их достанешь. И они белые. Потому что. Я их раз постирала на руках. А там просто вот. Ну, как бы. Синие. И что-то думаю. Дай ей как бы еще раз их это. И они такие же. То есть. Вода просто синяя. И я уже третий раз их просто закинула в машинку. Тарабанить на ополаскивание. И вот они в машинке еще. И в машинке еще была голубая вода. То есть. Не знаю. Не знаю. Так. Это сток. Я не знаю. Метраж примерно 400-420. Предположительно. Это фортиссимо. Больше я ничего не знаю. У меня на эти носки ушло 72 грамма. Размер 44-45. И у меня последние носки. Вообще последняя готовая работа. Это драконы. Это в коробочку маринай. Я состою в коробочке маринай. И у меня связались вот такие драконы. Вот зачем я так показываю. Если у меня все равно вот тут идут подсъемы. Потому что мне хочется показать. Подсъемы же. Потом в монтаже. Что такое? Во. Ну это такая красота. Ну честно. Ну это такая красота. Я не могу. Так. Это у нас пряжа. Вот такая. Все. Я вам видите сохранила. Сейчас все выкину. Вот специально. Для вас все хранила. Вот это мусор просто. Лансду Норд. Water Color Socks. Цвет 200. Значит тут стандартный носочный состав. Единственное, что здесь используется шерсть. Знаете. Вот это вот. Чтобы овечка не страдала. Я не знаю как это делать. Но вот как бы так. То есть. Как-то собирают они эту шерсть. Горячо. Ну вот чтобы овечке было не больно. 420 на 100 метров. И тут тоже нейлон. Знаете. В последнее время я так понимаю. Что не полиамид. Да. Уже классика жанра. А нейлон. Потому что. Не знаю. Все время. Нейлон. Нейлон. У нас уже сколько пряжи были с нейлоном. В общем. Это обалденные носочки. У меня на них ушло 71 грамм. Вот я говорю. У меня носки 71 грамм. Вот эти ушло 72 грамма. Но эти просто в паголинке подлиннее. Но тут. Если как бы сравнить размеры. То. Ну я думаю. Вот по пятке. Ну как бы. Это прям очевидно. Эти у меня идут 39-40. И узор. Короче стягивает. Что я могу вам сказать. У меня тут прекрасный болгарский зачин. Набор. Наборный край. Боже. Он мне так нравится. Девочки. Если вы не пробовали. Попробуйте. Сделайте. Наберите. Потому что. Просто. Очень красиво. Очень красиво. И сейчас под съемку будут. Узор как-то стягивает. Еще я это вязала на 64 петли. Казалось бы. На меня. Но они получились узкие. Вот они прям узкие. Все. Понимаете. Что вот. Узко. У. От узко. У меня нифига не вот это тонкие щиколотки. Я вообще. Знаете. Не вот это вот. Звонкая. Тонкая. Горная лань. Вообще нет. Я вот это вот. Комод. Со всех сторон одинаково. Комод. Короче. Я не утонченная. И вот эти вот носки. Они мне конечно узковаты. Узковаты. Но я и такие носки еще буду вязать. Однозначно. Вот. Поэтому. Ничего страшного. Как говорится. Ничего страшного. Натянем. Носить буду. Очень красиво. Очень понравилось. Очень интересно этот узор вяжется. И вы знаете. Но он стягивает. А по поводу пряжи. Что я могу сказать. Она у меня стиралась в машинке. Отстиралась. На машинке прекрасно. Но я стирала ее в машинке. Потому что мне уже. Девочка. Наша. Связального. Наш тюменский. У нас тюменский чатик. Имеется. И девочка мне. Екатерина. Она сказала. Что она стирала. Типа у нее все хорошо. Вот. И. Она тонкая. Нитка прям тонкая. Но она тоже разбухает. То есть. Вот. Она была прям дырчатая. Я постирала. И полотно стало очень таким. Ну. Прям добротным. Знаете. То есть. Опять же. Девочки тоже мне об этом говорили. Когда я покупала эту пряжу. Мне сразу. Ой. Вот ее колупать на два. Да. Она тонкая. Но. Были девочки. Которые сказали. Нормальная пряжа. Постираешь. Нитка разбухнет. Все нормально. Вязала на 2,25. Я все вяжу на 2,25. Либо. Ну. То есть. Мои ходовые спицы. Это 2,25. Итак. Ну. Как бы все. Мои готовые работы. На этом все. У меня есть еще. О. Да. У меня есть еще. Подождите. У меня есть еще. Такая недоготовая работа. Это мой кардиган. Да. Я его связала. Я успела. Я его закончила. Вы не поверите. 31 января. 31 января. В час ночи. Ну. Это получается уже как бы 1 февраля. Да. Но по Москве это еще было 31. Я закончила кардиган. Я его сделал. Но. У нас. Значит. Такая вот. Мною. Придуманная. Как это? Кто такая? Такое. Правило. У нас. Мною придумано правило. Готовая работа считается только если она хотя бы постирана. Ладно. Кончики. Фиг с ним. Да. Мы там уже. Я пошла на компромиссы. Потому что. Там девочки написали в пряжной бухгалтерии. Что. Я год хожу в свитере. У меня кончики не заправленные. Я такая. Блин. Ну ладно. Пускай. Ну. Но. Изделие должно быть постирано. И конечно оно у меня не постиранное. Потому что. Ну. Алло. Да. Я его получается вчера закончила. Я так его вспоминала. Когда я закончила. Как бы. Я закончила его неделю назад. Я его вчера закончила. Я его вчера довязала. И вот у меня такая планочка. Не видно. Не видно. Вот такая планочка прекрасная. Вот тут у меня пуговки. Я не перепутала. У меня все правильно. Я значит у мужа спрашивала. Я говорю. С какой стороны у вас у мальчика в пуговке. Он мне сказал справа. И поэтому. Ой. Ой. Мне муж сказал. Что у них пуговки справа. Да. Ну я под пуговки и сделала справа дырочки. Получается пуговки у меня будут слева. Я не буду это привязывать. Нет. Все. Пусть знаете. Ходит так. Как есть. Капец. Ладно. В общем. В готовую работу она уйдет в феврале. Потому что надо заправить кончики. Надо постирать. Ну вот эти вот. Ну как можно было так вот это вот. Ну что теперь. Переперевязывать. Ну вот представьте. Это что перевязывать теперь. Или так сойдет. Муж. У меня косяк. Перевязывать? Говорит. Не знаю. Голос не выдает. Стесняется. Ладно. Я перевязывать не буду. Блин. Или перевязывать. Короче. Напишите мне. Все равно это пойдет. То есть я получается вчера в ночи просто зазря торопилась. И вязала его. Потому что я хотела довязать ее. Вот именно. Чтобы она у меня. То есть я же себе помните поставила. Значит. Две пары носков. У меня было видео. Последнее. И кардиган довязать. Не получается что. Что получается. Получается что. Я зря. Мне его надо. В общем. Ладно. Я не хочу об этом думать. Придет сын. Мы с ним решим. И на этом все. Давайте сейчас поговорим о пряжной бухгалтере. У меня есть чатик. Где мы в маленьком своем комьюнити. Извязываем пряжу. Считаем. Ну вот любим мы посчитать. У нас такое. Хобби можно сказать. Я очень люблю. Все записывать. Все считать. Ну то есть. Вот мне это нравится. Понимаете. Это не потому что вот прям. Я как. Ну да. Есть момент спорта. Я вообще человек. Который любит спорт. То есть есть момент какой-то соревновательный. Но сам с собой. То есть не. Естественно там конкуренция какая. Потому что каждый по своим возможностям. Есть девочки. Которые связывают просто там килограммами в месяц. Потому что у них имеется вязальная машина. Понятно что на руках ты. Ну такие килограммы. Не знаю. Не свяжешь. Если только ты курдиганища. Вот эти огромные там. Трехкилограммовые вязать не будешь. Знаете. Вот только так. На руках. Если ты вот вяжешь обычные какие-то вещи. То естественно такой результат. Ну нет. Не будет. И так. Я сейчас скажу. Сколько я приобрела в этом месяце. Сколько у меня извязано. Сколько мне подарили. Сколько подарила я. И в итоге. Да. Что у нас. Значит в этом месяце я извязала 560 грамм. 561. Ну я округляю. Там. Меньше. Большая степень. А 560 грамм я извязала. Ну неплохо. С учетом того. Что у меня. Сколько. 1, 2, 3, 4, 5, 6 носков. Да. И 1 шапка. То есть 7 готовых работ получается. Купила я 6 водопадов. 2 Ализе. То есть 800 грамм. Вы уже. Ну кто следит. Знаете. Меня просто четвертовали. За эту покупку. Ну ладно. 8 пар носков я должна была связать. Меня связала уже 6. Осталось еще 2. И так. Подарили мне 200 грамм в этом месяце. И подарила я 1,1 кг. Ну получается что так. Да. Ну так-то неплохо. Да. Неплохо. Неплохо. Вообще хорошо. Итого. В месяц у меня получилось минус 650 грамм. То есть я оказалась в минусе. Извязала. Подарила. И в общем минусе. Исходя из нашей пряжной бухгалтерии. У меня есть чатик. Да. Еще раз. Сколько можно раз об этом говорить. Миллион. Я люблю наш чатик. У нас такое маленькое комьюнити. Очень доброе. Очень позитивное. Девчонки активные. В большинстве своем. Вот. И это не мой чат. Не мой чат. Чат меня нет. Это чат челленджа. Челлендж длиной в год. Мы извязываем пряжу. И покупаем пряжу только в количестве 50% извязанное. То есть если я извязала вот 560 грамм. То я могу купить только половину от этого. Вот. Но так как у меня было куплено уже 800. То ты рым-пырым как бы да. Не получается да. Если ты купил 800. Ты должен 1600 извязать. Надеюсь. Надеюсь. В следующем месяце я выйду. Выйду как раз в эту сумму да. В это число. За 2 месяца. Я думаю это можно 1600 извязать. Это надо просто 1050 не извязать за февраль. А февраль короткий месяц. Боже мой. Ну у меня будет кардиган. Который я почти закончила да. Он там 400 с чем-то грамм уже весит. Вот. Так. Ну в общем-то и все. В общем-то и все. Я вам все рассказала. Если что вступайте в чат наш. Где собрались прижиголики. Это знаете как работает. Когда ты хочешь шапку. Ты идешь смотреть пряжу на шапку. А в нашем случае. Когда мы хотим шапку. Мы идем в наши запасы. И смотрим из чего я могу связать шапку. Потому что у меня много пряжи. У меня вот на данный момент такое 50 килограмм пряжи. И вы знаете. Я не самый крупный игрок. То есть там есть такие киты. Как Юля. Например. У которой более 180 килограмм пряжи. Ну она и связывает по несколько килограмм в месяц. Ну это как бы. Я к тому что. Нас там собралось. Ну мы там разные. Есть девочки у которых и менее 10 килограмм. Есть у которых там 5 килограмм. Ну понимаете. Размер. У меня много пряжи. Вот эта вот норма. Она у всех разная. То есть для меня. Мои 50 килограмм. Я бы не сказала. Что тяготят. Мне тяготит. Что мне ее хранить негде. То есть если бы мне ее было где хранить. То может быть она меня никак не тяготила. А так как она у меня там где-то с ноги запихана просто. Мне это не нравится. Мне не нравится когда у меня пряжа лежит где-то там в темном месте. Недоступном. Где я не просто открыла и я ее увидела. Такое мне не нравится. Хранение. Я страдаю от такого хранения. Потому что я люблю вот это. Зашла и выбирай. Что из чего тебе вязать. Ну и у меня очень много носочки. У меня из этих 50 килограмм более 15. Ну короче. Не более. Наверное 15 килограмм у меня носочки. Ну люблю я носки. Люблю. Так. На этом подсчеты мы заканчиваем. И все. Включаемся обратно. На этом все. Все мои готовые работы вы посмотрели. Их было не очень много. Это были в основном носки. А о том, какие у меня работы переходят в февраль, вы увидите в воскресенье в моем влоге недельном. Поэтому на этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Всего доброго. Спасибо, что досмотрели до конца. Люблю. И свяжу тебе носки. Но задорого и не сегодня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok